Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры! Я хочу вас поздравить с продолжающимся празднованием 30-летия Церкви. Я искренне рад тому, что Господь дает возможность продолжать дальше, исполнять то служение, которое Господь верил для всех вас. И, оглядываясь на пройденный 30-летний путь, вы можете сказать, что вы действительно видели Божье благословение. Вы могли проходить, может быть, не всегда через простые времена, но, тем не менее, вы видели в них руку Божью и Его помощь. Так что пусть и дальше продолжается история Церкви. Божье благословение наполняет жизнь всех вас. Церковь наполняется спасенными людьми. И не только наполняется количественно, но и происходит духовный рост, действия даров Духа Святого. Пусть Божья благодать всегда будет в жизни каждого из вас. Ваших родных и близких. Говоря определенные слова пожелания, как правило, когда мы празднуем что-то, домашний какой-то праздник, наш личный, чей-то мы что-то желаем. И, знаете, не всегда бывает просто пожелать. Ну, есть банальные фразы, да? Мира, счастья, здоровья. Это, в принципе, скажем, такой стандартный набор. Иногда можно какую-нибудь фразу найти, такую уже устоявшуюся, типа там «живи долго и процветай», или что-нибудь еще в этом роде. Мы же все-таки, когда желаем, когда мы говорим о Церкви, мы желаем что-то, что связано с определенными Божьими благословениями. Или же какие-то наставления, как пожелания, которые помогают стать лучше и привести к определенным изменениям в позитивную сторону. Я бы вам хотел пожелать следующее. Но сначала я прочитаю один отрывок Священного Писания, даже несколько, а потом сделаем определенный вывод и о нем порассуждаем уже как пожелание непосредственно для всех вас. Первый текст Священного Писания – это Евангелие от Матфея, 18 глава, с первого по четвертой стихи. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В принципе, я думаю, эти слова достаточно хорошо известны. Что нам приходит на ум, прежде всего, если нам кто-то говорит, нужно быть как ребенок или быть ребенком, или вообще, когда говорят о детях? Ну, наверное, с одной стороны, особенностью мы говорим о очень маленьких детях. Мы их рассматриваем, как, скажем, тот, кто такой достаточно беззащитный, доверчивый. Может быть, не всегда правильно поступает, не потому что плохой, а потому что не все знает. Часто плачет, может быть, не очень часто, капризничает периодически, да? Просит постоянно помощи, потому что не все может сделать сам. Ребенок не всегда осознает опасность. Его познание этого мира, прежде всего, основывается на опыте. Он пробует, а потом уже делает какие-то выводы, особенно когда совсем маленький ребенок, да? Вы знаете, он мир познает через то, что все в рот тащит. И уже мы, как родители, смотрим, чтобы он что-нибудь не съел того, что может причинить вред, потому что он не понимает до конца. Или же, может быть, мы, рассматривая детей, рассматриваем, если Христос говорил «будьте как дети», что нужно быть достаточно наивным, доверчивым. Может быть, для того, чтобы воспринять учение Иисуса Христа, нужно быть подобно ребенку, ни в чем не разбирающимся, и тогда будет легко понять. Наверное, вы слышали такое выражение, которое говорит о том, что религия придумана для не слишком умных людей, которые способны верить в детские сказки. Ну и, соответственно, раз надо быть как дети, значит, нужно вот так вот поверить, и, соответственно, наверное, об этом идет речь. Это как предположение. Мы еще пока не утверждаем ничего. Что имелось в виду об этом? С другой стороны, практически все Священное Писание нам говорит о том, что мы должны стремиться к зрелости, к образованию, к знаниям. И, по сути, свой призыв постоянно звучит. Апостол Павел сам о себе пишет следующее. Это первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». И чуть позже он в послании к Ефесиным, подводя итог, для чего нужны те или иные служители, которые Господь ставит, он говорит, это послание к Ефесиным, в принципе, 14 стих. «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения». Но для чего, там чуть раньше он говорит, чтобы мы возрастали в меру полного возраста Христова. И вот получается отчасти парадокс. С одной стороны, будьте как дети, с другой стороны, не оставайтесь младенцами, становитесь взрослыми. Если это все вместе обобщить, мое пожелание звучит для вас следующим образом. «Будьте как дети, но не будьте детьми». А вот теперь, что имеется в виду под этим? Фразу легко запомнить. «Будьте как дети, но не будьте детьми». Что имел в виду Христос, когда говорил о том, чтобы быть как дети? Он не сказал «будьте детьми», он сказал «будьте как дети». Что особенного в них? Естественно, когда Христос приводил в пример, он обращал внимание на определенные положительные качества, которые хотелось бы, чтобы были не только у детей, но и сохранились, когда человек становится взрослым. Если говорить о положительных качествах, которые присущи детям и на которые Библия обращает внимание, можно отметить следующее. Во-первых, дети очень общительны и открыты. Если мы говорим о маленьких и совсем маленьких детях, они сохраняют целостность ума, сердца и воли. Что это означает? Они не являются лицемерами. Они очень искренние, непосредственные. Что думают, то и говорят. Что говорят, то на самом деле они и думают. Если что-то надо, они напрямую просят. Если чем-то недовольны, они так и говорят. Они не скрывают свои чувства и эмоции. Они естественные, настоящие. Они, скажем, никого-то не презирают, какую-то месть не планируют или что-то еще. Вот если мы говорим о детях, то есть ребенок никогда маленький не является лицемером. Позже это уже, скажем так, меняется в жизни человека. Вот есть позитивный, негативный опыт жизни, который влияет на его дальнейшие отношения. Но маленькие дети другие. И вот поэтому в Писании и сказано, это первое послание Коринфянам, 14 глава, 20 стих, «На злое будьте младенцами». Что имелось в виду под этим? То есть на совершение зла будьте как младенцы. То есть это не означает, что дети никогда не делают плохих поступков. Но это говорит о том, что дети не вынашивают зла заранее. Они не планируют совершение зла. И, как правило, то злое, что происходит в их жизни, это либо ошибки, которые они совершают по неопытности, либо где-то не проявив должного внимания, где-то упустив, проигнорировав наставление родителей, но потом спохватываются, каются, просят прощения. Больше так не будем. Через такое время опять могут совершить что-то. Но они это не делают специально преднамеренно. И иногда наши родительские вопросы могут ставить маленьких детей в тупик. Ну, скажем, бежал он там, бац, вазу разбил, очень дорогую. И нас вопрос, ты зачем вазу разбил? Сложно сказать, зачем. Ну, правда же, вот если так подумать, я там, ты мне скажи, ты зачем вазу разбил? И вот что ответить? Ну, вряд ли мы ожидаем, что ребенок скажет, я уже давно это планировал. Потому что у нас весь дом в стиле хай-тек построен. А эта ваза третьей династии Цинна. Она совсем не вписывается. Она древняя, а все у нас современное. И поэтому как-то надо было от нее избавиться. А каким образом? Вот так как бы случайно ее разбив. Поэтому не удивляйтесь. Ну, конечно же, нет, правда же. И он никогда не ответит, поэтому не стоит таких, скажем, не совсем корректных вопросов задавать детям. Потому что он разбил, потому что где-то проявил невнимание. Где-то даже не обратил внимания. Где-то не подумал о том, что это может причинить какой-то вред, когда он просто неосторожно бежит куда-то. И здесь более правильно сказать, чтобы он обращал внимание. Еще раз, может быть, напомнить, наставить. Обратить внимание ребенка на правильность поведения. Но не донимать его тем вопросом, на который даже взрослый не ответит, если он случайно зацепил что-то локтем. Так вот, если говорить об этом, на злой будьте, как младенцы. Это говорит о том, что мы не должны носить в себе зла. Вынашивать, где-то планировать, а потом осуществлять его. Не быть таковым. И если даже что-то происходит, то пусть это будет по неосторожности, где-то, может быть, не провив должного внимания, где-то не задумавшись, но ни в коем случае не планомерно планируя или осознавая, что это плохо, специально это делать. Если мы говорим об идеальном ребенке, ну, наверное, мы так представляем себе, что он очень скромный, кроткий, смиренный, состоит из стока радости и доброты, и всегда послушный. В принципе, с одной стороны, можем сказать так, если мы говорим о маленьких детях, в какой-то мере, даже не осознавая это, они живут по законам Царства Божьего. Ну, смотрите, они не отвечают злом на зло, они не злопамятные, они не заботятся о своих нуждах, во всем доверяют родителям. Полагаются на них, что те скажут, то и делают, чем накормят, то и едят. Могут покапризничать, но, тем не менее, не могут быть независимыми от родителей, все равно к ним обращаются. Они доверяются во всем, что им сказали, то они и делают. И получается, что от ребенка, от рождения у ребенка есть очень много качеств, как раз которые соответствуют тому, что Бог ожидает вообще в целом от людей. Но, к сожалению, бывает так, что по мере взросления эти качества где-то ослабевают, где-то теряются, где-то, к сожалению, даже заменяются какими-то противоположными действиями. И где-то, очевидно, в реалии, скажем так, грешной жизни человека заставляет взрослых оставить немало тех ценных качеств, которые у них были в их детстве. И вот поэтому, указывая на это, Христос говорит, будьте как дети, обратите на них внимание. Если вы хотите быть большими в Царстве Божьем, рассматривайте не критериями сугубо человеческими, кто более значимый, кто сможет произвести впечатление, который проявил больше власти, который, скажем, может быть, там, скажем, какие-то особенные успехи достигнет. Бог смотрит на искренность сердца, на доброту, на отношения, на честность, на искренность, на целостность твоей жизни. Чему могут нас научить дети, если мы говорим о нас, как о взрослых? Что означает будьте как дети? С одной стороны, наверное, самое такое ценное, хорошее качество, которое у всех у нас должно быть, это иметь веру и доверие. Посмотрите на веру детей. Вот в отличие от взрослых, они склонны верить всему, что им говорят. И, соответственно, маленькие дети, которые очень-очень доверчивые, если, скажем, он не послушался, и, допустим, там родители говорят, ну, сейчас мы тебе будем делать прививку от непослушания. Он на полном серьезе будет думать, что так сейчас и произойдет. И где-то там упрашивать, может быть, не стоит и так далее. Где-то, получив эту прививку, образно говоря, будет думать, сейчас у него послушание начнет развиваться. Так папа с мамой сказали. Какие-то другие вещи. Вот почему мы, как взрослые, очень ответственны, чтобы правильную веру детям вложить, скажем так, не научить их сказкам таковым, которые бы потом повлияли на их жизнь и создали неправильное восприятие этого мира. С другой стороны, скажем, помочь им, вот когда у них есть такая способность поверить, проявить правильное качество и дальше. Но дети очень доверчивы, и они легко воспринимают что-то на веру, даже не имея до конца объяснения и понимания всего этого. Посмотрите, хороший пример, который мы можем видеть в Священном Писании, когда ангел Гаврил пришел к Марии и сообщил ей о том, что через нее родится в мир Спаситель. Вот она как ребенок приняла, даже не понимая, как это, что до конца произойдет. Она просто говорит о том, что да будет по слову твоему, понимая, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Вот в этом есть особенность, умение довериться Богу. Довериться Божьему Слову даже тогда, когда, может быть, не все нам до конца понятно. Может быть, не всегда понятен механизм, как это работает, особенно, когда это касается каких-то чудес, когда это касается чего-то сверхъестественного. То, что естественно, мы можем объяснить с помощью науки, разобравшись в каких-то вещах, но есть то, что Бог совершает сверх обычного естественного порядка вещей. Мы не только сам можем понять и объяснить, как вдруг происходит исцеление, как Господь имеет способность знать наше будущее, не предопределяя его, но тем не менее предвидя, как мы поступим. Бог знает, как я поступлю, но при этом Он не заставляет меня так поступать. Как это происходит, нам сложно сказать, но мы просто доверяемся Богу и понимаем, Он знает все. Он может советовать, наставлять, говорить нам об этом, но при этом оставляет нашу волю свободной. Мы можем избирать послушаться, не послушаться, поступить так, не поступить. При этом Бог знает, что мы изберем, но не предопределяет, что мы именно так должны избрать. Вот нам сложно понять это, правда же? Мы можем попытаться объяснить, но не до конца все равно поймем. Когда-то Ио хотел все понять в своей жизни. Когда мы читаем эту книгу, мы видим, он множество вопросов задавал. И Бог говорит, слушай, давай начнем с простого. Ты можешь понять, почему, скажем, даже вот этот мужчина вот эту девушку полюбил. Путь, да, там написано «Мужчина в сердце девушки». Кто его знает? Мы иногда сами не можем понять, почему мы полюбили того, кто стал нашей женой. Ну, нас дети спрашивают, папа, а за что ты любишь маму? Ну, мы что-то перечисляем, но ведь не только ради этого одного, правда же? Ну, вот сложно понять. Иногда мы сами удивляемся, про других, правда говоря, что он в ней нашел или что она в нем нашла. Ну, что-то же нашли. Мы не можем сказать до конца, правда же? Есть масса других вещей, но мы воспринимаем как должное. Мы ориентируемся где-то на внутреннее чувство, какую-то убежденность и дальше строим нашу жизнь, исходя из этого. Вот в этом есть особенность умения довериться Божьему Слову. Его наставлением даже не до конца, может быть, осознавая все вещи. Но, если Бог что-то советует, Он всегда советует к благу, к лучшему, к тому, чтобы жизнь человека стала гораздо качественнее, лучше. И не только здесь, но в целом, касаясь в том числе вечности. Во-вторых, чему нас учат дети, это быть откровенными и искренними. В отличие от взрослых, дети всегда откровенны. Кстати, они тайны не умеют хранить. Поэтому дедушки с бабушками очень часто этим пользуются, когда к ним приезжают внуки в гости. Расскажут все. Причем даже не понимая того, что, может быть, это как-то не очень звучит хорошо. Правда же? Вот я как-то читал одну такую историю. Подруга пришла в гости к маме. Ее маленькая девочка подбежала и на вкус ее платье пробует. Она говорит, ты что делаешь? Она говорит, мама всегда говорит, что у вас безвкусное платье. Вот хочу убедиться в этом. Маме было очень неприятно. Ребенок думал совсем о другом. Он был искренний. Вот мама сказала, что безвкусное платье. Ну, надо убедиться в этом. Значит, наверное, есть вкусное платье. Что там было? Вот, знаете, ребенок очень искренний, откровенный. Если он о чем-то думает, он об этом и говорит. Если он обиделся в чем-то родителям, он думает, что они его не любят, он так и говорит, наверное, вы меня не любите и так далее. Или наоборот, какие-то вещи. Вот в этом есть особенность, потому что, когда ребенок искренен, честен, гораздо легко, легче родителям говорить с тем, кто на самом деле говорит, что у него есть. Чтобы объяснить. Если чем-то недоволен, можно объяснить. Если чем-то не доверяет, можно объяснить. Если что-то он так понял, понятно, что ему нужно сказать для того, чтобы он мог разобраться в этом. Говоря о наших отношениях с Богом, опять же, и в том числе друг с другом, мы должны быть искренними и честными. Иногда в том числе и по отношению к Богу. Иногда у человека складывается впечатление, не у нас, у некоторых, что мы можем произвести на Бога впечатление нашими словами. Или тем, как мы будем выглядеть, вне зависимости от того, что внутри нас. И человек пытается впечатлить Бога молитвой, например. Господи, в текстах Писания, в таком-то, таком-то, ты сказал так-то, так-то. И мы впечатляем Бога тем, что наизусть, например, 116-й Псалом процитировали. И мы говорим, ты правильно все Господь сказал, я полностью с тобой согласен. Но, знаете, это создает впечатление, что мы не до конца понимаем то, что Бог знает все о нас. Наши мысли, чувства. И Он знает, когда я хочу на Него произвести впечатление, не являясь таковым на самом деле. И поэтому неправильным будет пытаться, скажем так, как мы себе представляем, говорить Богу, как бы, чтобы Он бы хотел от меня услышать. Твердую веру, непоколебимость, убежденность во всем, труд, который должен быть совершен, и так далее, призвание, никаких немалейших сомнений. Но, вы знаете, мы будем, с одной стороны, Бога мы никогда не обманем, но мы будем сами себя обманывать, думая, что это повлияло, как Бог нас воспринял. А внутри все равно будет оставаться вот какое-то чувство такой, знаете, неудовлетворенности. Потому что мы не высказали то, что у нас есть. Вот смотрите, хороший пример, который был когда-то в жизни Илии, пророка. Бог дал ответ. И дождь с неба пришел, и огонь с неба спустился, когда там они жертвоприношения приносили животное. Слушайте, вроде бы все ответы пришли. И Илия настолько был вдохновлен. Он там быстрее к колеснице царской бежал. Он думал, сейчас весь народ, увидев это, оставит свои грехи и покаяться. На следующий день все повторилось обратно, как и было. Где этот Илия? Вообще он там жить нам мешает, грехи обличает и так далее. Он настолько расстроился, и смотрите, он честно сказал Богу, что он думал. Я один остался, моей души ищут, я никому не нужен, злые они все, хочу от них уйти, забери меня, Господь, ничего мне не надо и так далее. То есть он сказал честно, он не произведет печенью, Господи, ты видишь этих людей, которые такие-такие, но я мужественно буду продолжать им дальше говорить. Он не хотел им продолжать говорить, он честно об этом Господу и сказал. И Бог в ответ на его честность помог ему восстановить вот то, что у него было потеряно, потому что он сам осознал. Более того, даже Бог дал ему выговориться, чтобы все, что у него накопилось, он мог сам озвучить, осознавая, почему он оказался в подобном положении. И Господь говорит, Илия, ну почему ты здесь? И он начал говорить, говорить, и Бог еще раз его попросил, чтобы он это рассказал, чтобы уже он сам, знаете, как слышал, что он говорит, мог высказать. Он честно сказал, и Господь начал его тогда корректировать. Говорит, ты думаешь, что ты один остался? Нет. Еще есть те, которые не поклоняются идолам. У тебя есть еще дальше служение. Есть люди, которые продолжат дальше нести служение. Есть Елисей, который будет дальше после тебя пророком и так далее. Вот в этом есть особенность нашей с вами жизни. Когда мы обращаемся к Богу, когда мы обращаемся в молитве, вот в этом есть секрет, когда Писание говорит, «Зайди, закрой за собой двери и скажи Богу втайне все, что у тебя есть на сердце». Потому что тогда мы никого не хотим впечатлить или произвести впечатление нашей молитвой. Чтобы кто-то, стоящий рядом, вдруг не услышал, что у меня есть сомнения, непонимания, что я что-то там натворил и прошу Бога помощи. Нет, пусть он лучше слушает, что я практически как ангел на земле. Хороший, верный, искренний. Если я о чем-то молюсь, то, конечно же, о пастыре, о миссионерах, о служителях. Вот молитва вся пронизана священным писанием. Но когда я один на один с Богом, вот в этом есть ценность. Сказать то, что есть на самом деле, не скрывая, понимая, что Бог знает все, это нам самим поможет увидеть, какие мы, в каком положении, и действительно услышать то, что Бог хочет нам сказать, помогая нам в этой ситуации, проходя через те или иные проблемы и трудности. Вот почему Библия призывает нас к этому. 61-й Псалом, 9-й стих. «Надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Следующее, чему мы можем научиться детей быть незлопамятными. Дети достаточно быстро забывают обиды, и даже если, скажем, их родители наказали, они не обижаются на них. Да, они могут падуться, покричать, но тут же они готовы поменяться и опять выстраивать свои взаимоотношения с родителями, залезть им на колени, обнять их и так далее, понимая где-то, наверное, что нужно было. Когда им там говорили, говорили, где-то там наказали, и потом обратно дальше. Вот есть особенности. Они не злопамятны. Даже между собой, где-то поссорившись, достаточно быстро мирятся. Вот я как-то наблюдал такую историю. Песочница, дети играются, мамы сидят рядом, разговаривают. Что-то там между мальчишками произошло. И вдруг резко полетел песок в воздух, один другого совком по голове, песком засыпал. Ну, естественно, тут же мамы включились. Их растащили. Потом уже мама между собой ругается. Пока мамы ругались, дети опять мирно стали копаться дальше в этой песочнице, что-то опять строить. Но мамы долгое время, как у Вилли до друга, поворачивались. То есть получается, что взрослый человек гораздо более злопамятный и гораздо сложнее прощает, чем ребенок. Не успели поссориться, уже помирились, опять вместе играются. Это хорошее качество. Не быть злопамятным. Не вынашивать обиды какие-то, которые есть. Если она где-то оказалась у нас, высказать перед Богом, примириться с человеком, но не носить это в себе. Потому что оно не поможет. Оно только усугубит. Оно будет делать человека постоянно ко всем подозрительным, недовольным, обидчивым и тому подобное. Но оно не поможет нам ничуть. И в этом есть хорошее качество детей, которым мы должны научиться. С другой стороны, даже если нас кто-то дисциплинирует, скажем, какое-то наставление, обличение дает, скажем, пастор в церкви, или же, например, Бог где-то нас какие-то обстоятельства помещает для того, чтобы исправить нас, это тоже имеет место. Мы не должны быть обиженными. О, как он мог так сказать? А почему? А я там это и так далее. Научиться детей. Да, нам нужно исправление. Исправиться, и дальше мирно жить, и иметь хорошее отношение. Следующее, что очень свойственно детям. Дети привязаны к своим родителям, зависимы от них и не могут без них находиться. И, соответственно, они им доверяются, и, нуждаясь в их помощи, просят ее. Вот в этом есть тоже хорошая черта по отношению уже к Богу, если мы говорим о нас, взрослых людях. Быть людьми, которые действительно осознают свою зависимость от Бога. Быть привязанными к Богу и понимать, что мы нуждаемся в Нем постоянно. Как дети нуждаются в родителях, так человек нуждается в Боге, если мы говорим в целом о нашей жизни. И Бог говорит о том, что Он заботится о нас, как родители, как мать заботится о своем грудном ребенке. И даже говорит, ну если бы даже и забыла, то я все равно никогда не забуду вас. И поэтому Писание и призывает нас к этому, чтобы мы были вот в таких качествах, как дети. Доверчивые, искренние, честные, занимающие свою зависимость от Бога, не обичивая. С другой стороны, Библия говорит о том, что не оставайтесь умом и в дальнейших действиях, как дети. То есть на злое, да, будьте как младенцы, но не в целом в своем состоянии. Первое послание к Римфянам, 14 глава, 20 стих. Мы уже эти слова апостола Павла вспоминали. Он говорит, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Поэтому Христос тоже детей не идеализировал. Он говорил о том, что дети бывают иногда избалованные, капризные, непослушные и так далее. Но при этом Он показал хорошие черты. В чем же мы не должны быть детьми? Вот по уму не оставаться детьми. По своему поведению, с точки зрения какого-то восприятия окружающего. Что свойственно детям, чего не должно быть у духовно зрелых людей? Во-первых, смотрите, что свойственно детям. И это нормально, но с этого надо вырасти. Дети считают себя центром своего мира. Для них весь мир вокруг них существует. И поэтому, если ребенок вбегает в комнату, где собрались взрослые, значит, все внимание должно быть обращено на него. Он не обращает внимания на то, что это может быть день или ночь, может быть, родители с кем-то беседуют, и нужна тишина, или чем-то они заняты. Он пришел, все внимание на него. Что вы там сидите, делаете? Все, у нас есть свои потребности, свои нужды. Мы хотим их восполнить. Поэтому дети в какой-то мере эгоцентричны. Не потому, что они специально таковы, потому что они постоянно нуждаются в помощи других, и поэтому хотят, чтобы все внимание было на них. И даже мы с вами, дорогие братья и сестры, когда только начинаем наш христианский путь, мы тоже как младенцы. И мы хотим быть в центре внимания. Мы требуем от всех внимания. Мы готовы, скажем, несмотря на то, что может быть пастор с кем-то беседует, у меня есть нужда, все, то есть как бы все внимание мне. Если его вдруг не оказали, обижен, все, как это так? Почему на меня не обращают внимания? Это имеет место. Но мы с этого должны вырастать, понимая, что есть свои нюансы, что мы не должны все внимание только на себе любимом останавливать. И поэтому для детей бывает сложно воспринять нужды других людей. Это тоже правда. Вот смотрите, скажем, пришел, отец устал из работы, хочет полежать. Дети хотят поиграться, причем не просто в какую-то тихую игру. Ну, один раз мудрый отец сказал, давайте поиграем с вами в художников. Я буду лежать, а вы будете рисовать спящего человека. И он их таким образом занял. Или говорит, я сейчас пять минуточек посплю, а потом мы будем с вами убирать дом. Вы меня разбудите. И они все делали, лишь бы только его не разбудить, чтобы не нужно было убирать. Но чаще всего очень сложно детям понять, что надо отдохнуть, где-то что-то еще есть свое. Или же бывает, иногда в магазине, когда что-то увидели, для детей сложно понять, скажем так, взаимоотношения между ценой и зарплатой. Им хочется, они понятия не имеют, что, оказывается, лимит денег у родителей ограничен. Есть ряд тех вещей, которые просто невозможно купить. А плюс есть те вещи, которые, в принципе, особо не нужны. Просто что-то яркое захотелось. Все, купи, купи, купи. Ну, нет у нас сейчас столько средств. Мне так далее. Нет, все, значит, ты меня не любишь, и так далее, и так далее. Вот сложно понять это. Это особенность детей. Им сложно воспринимать нужды людей, других. Какие-то, вот эти, может быть, так скажем, ограниченность, которая существует. Зрелый человек должен уметь действовать с учетом нужды и потребностей других людей, с учетом времени, обстоятельств, которые имеют место. Дети всегда являются теми, у которых, знаете, настроение очень быстро меняется. Им свойственно очень быстро увлекаться, также быстро оставлять. Они, знаете, как вспышки настроения. Апостол Павел, говоря о духовно зрелых христианах, предупреждает и говорит, в Послании к Ефесиным, 4 глава, 14 стих, «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот в чем особенность для детей? Им очень свойственно быстро чем-то увлечься, что кажется необычным и интересным. И также быстро оставить, когда интерес пропал. Пока что-то яркое, необычное, новое. И чем оно интереснее, тем больше привлекает. Вот я не знаю, может быть, помните, по крайней мере, когда я еще учился в школе, такой был рассказ, я уже даже не помню точно автора, но смысл был такой, когда мальчик поменял очень крутую дорогую машинку на жука в коробочке спичечной. Не помню название рассказа, но смысл был такой, что он пришел домой и не мог понять, почему мама с папой так на него косо смотрят, потому что машинка стоила там чуть ли не половина зарплаты маминой, а жук был живой и светился. Все, это его так увлекло, он же шевелится там и усами, и там переливается. Все, он эту машинку поменял на жука. Потом родители заставили поменяться обратно, что было не очень просто. Но сама просто история, что дети по-другому смотрят на мир. Они не могут до конца разобраться в ценностях. И поэтому их привлекает то, что гораздо ярче блестит, что необычным является. Вот опять же, для духовного детства характерна подобная черта для человека. Он способен увлекаться тем, что необычное. Вот, скажем, кто-то скажет там, не знаю там, у нас есть точность знаний где день, не час и год, когда Господь придет. Но мы скажем, если только ты к нам придешь. Все, он пойдет туда узнавать. Не обратите внимание на то, что Христос сказал, ни дня, ни часа не знаете. И вообще не ваше дело знать эти времена и сроки, которые положил Отец Моя Небесный. Или там, скажем, какие-то еще моменты. Вот мы откроем там те и те секреты, а вот там что-то еще. А вот ты начнешь какие-то вещи видеть. А вот там Бог с тобой напрямую начнет разговаривать. Ты будешь слышать голос там и так далее. Ты сможешь там в духе путешествовать с одной планеты на другую. Все, пойдет, потому что необычно, интересно. Увлекся, путешествие не получилось, вернулся обратно. А вот, хорошо, если вернулся. А может вообще во всем разочаровался. Такие вещи бывают. И я думаю, что мы периодически с какими-то вещами сталкиваемся. И это очень сложно разобраться. Вот почему дети нуждаются в наставниках, которые помогают им избирать то, что правильно, а не увлекаться чем-то тем, что не приносит пользы. Есть интересное выражение в Священном Писании, когда апостол Павел Тимофею писал, хотя тот уже был достаточно вроде как зрелым служителем, он говорит, ты бабьями баснями не увлекайся. Что было понятно, это выражение, которое использовалось в философии того времени, может быть оно по-русски звучит не очень красиво, я вам художественный перевод сделаю. Не увлекайся тем, что является сказками бабушек на ночь своим внукам. Так лучше звучит, правда же? Потому что бабьи басни как-то так немножко не очень. То есть бабушке своим внукам на ночь что-нибудь расскажут, чтобы те быстрее заснули. То есть сказка вымышленная, может быть бабушка такая, знаете, с хорошей фантазией прямо сейчас на ходу и придумала. И главная задача, чтобы он быстрее заснул и все. Поэтому она готова все что угодно рассказать, что будет интересным и усыпит. И вот такая фраза существовала в философии этого времени, когда кто-то какое-то новое учение выдумывал, которое просто развлекало человека, увлекало чем-то необычным, но на самом деле в реальности усыпляло его. А знаете, когда человек спит, он ничего не делает полезного. И жизнь проходит мимо. Вот в этом и есть суть. для детей свойственно увлекаться и очень быстро заснуть. Но духовно зрелый человек он не будет таковым. Он не будет увлекаться всем, что блестит ярко. Он будет рассматривать, а это полезно или нет. А это здраво или нет. А это действительно является истиной, или это действительно может быть какая-то сказка. Он не будет тем человеком, который, знаете, так вспышка настроения. Ой, хорошо, все хорошо. Ой, плохо, все плохо. И с одной крайности в другую. Зрелый человек, он утвержден и в учении, которое говорит нам Иисус Христос, и способен различать истину и заблуждение, и держаться истины. И, наверное, еще один такой момент, может быть, который свойственен детям. Детям свойственно играть во взрослых, но они не способны что-то делать по-настоящему. И поэтому нужно время, прежде нежели они, став взрослыми, что-то смогут делать. Дети любят играть, особенно если что-то их восторгает. Скажем, там сходили в поликлинику, не сильно все любят, чтобы им уколы делали, но дома во врача потом играют. Собаке укол делают, если словили там папе с мамой. Интересно, да? Не все любят учиться, но иногда любят в школу играть. Я помню, у нас в детстве мы как-то играли, даже мальчишки подрались между собой, кто будет директором. Ну, в игре, конечно же. Но немногие любили по-настоящему учиться. И так много разных вещей. То есть хочется, но, смотрите, играя во что-то, где-то примеряя на себя взрослую жизнь, кто-то в итоге стал врачом, играя во врача, правда же? Кто-то и директором школы стал, кто-то стал другой какой-то профессии. Но плохо, когда человек, став взрослым, все еще играет и никак не может определиться, так он все-таки врач или архитектор. Да, там, скажем, он художник или водитель, или что-то еще. И он, знаете, как ребенок. То одно, то другое пробует. Поиграл в одно, в другое, в третье. И так, ну, это плохо. В духовной жизни тот же самый процесс происходит, когда человек только начинает свой христианский путь, он всем восторгается. Сегодня он хочет быть проповедником, завтра пастором, послезавтра музыкантом, еще через пару дней, еще кем-то. И где-то начинает что-то, потом где-то оставляет. Знаете, когда он еще только начинает свой путь, мы нормально к этому относимся, как зрелые люди понимаем. Для него это начало. Он ищет себя, свое место в церкви. Он оценивает. Но плохо, когда уже, скажем так, пройдя определенный путь, он все еще в этом положении. Вот духовный человек, зрелый человек, он знает свое призвание и, войдя в него, в нем совершенствуется. Как в обычной жизни, определившись с профессией, он хочет достичь в ней определенного совершенства, стать квалифицированным специалистом, не просто на поверхностно что-то знающим, а действительно тем, которого ценят и называют мастером с большой буквы. То же самое и во всех остальных сферах жизни нашей. Определиться, выяснить и дальше совершенствоваться, стремясь исполнить Божью волю. Поэтому, возвращаясь вот к такому, как бы, пожеланию, которое мы вначале с вами озвучили, будьте как дети, но не будьте детьми. Будьте теми людьми, которые на что-то плохое, на что-то злое, как дети. Но, с другой стороны, во всем остальном, пребывая в Боге, духовно растете, питаясь от Божьего Слова, получая силы Духа Святого, становитесь теми людьми, которые, исполнив свое призвание, услышат от Господа, что ты был верным и добрым. Ты исполнил то, что тебе было поручено. Пусть Бог благословит всех вас. Я бы хотел вместе с вами об этом помолиться. Субтитры создавал DimaTorzok